В итоге чемпионата мира вместе с Русланом Васильевым и рассмотрим хит-парад главных событий по версии авторитетного белорусского журналиста. Итак, первый пункт. Спортсмен этого чемпионата, человек этого чемпионата. Кто для тебя? Человек этого чемпионата это очень такая интересная номинация, потому что очень хочется назвать Логинова. Потому что больше чем говорили о нем, больше ни о ком не говорили. Причем каждый день из разных контекстов. Последние события, когда он отказался выступать в Мастерсе и покинул Анхольдс еще накануне ночью, это вообще достаточно удивительно. Потому что я мог так сделать Тихонов, не сомневаюсь. Я уверен, что нет. Но не ночью, он сегодня уехал. Сегодня, да, утром, да. Мог ли так сделать отказаться от Шахса на борьбу за медаль кто-то другой? Не знаю, сомневаюсь. Ну, а человек, наверное, все-таки вера. Потому что она доказала, что в этих условиях на своей родине мало. Она лучше всех себя чувствует. Но правда, вот сегодня она продала финиш, но по совокупности выступлений, то человеком чемпионата я назову именно ее. Событие. Какое событие самое яркое, самое запоминающееся? Интересно, да. Событие самое запоминающее – это гостеприимство. Потому что то, как принимают на чемпионате мира в Анхольдсе, я думаю, что уже не принимают и в Германии. И то радушие искренние, которые они в Южном Тироре отдают своих гостям сердца, они, наверное, да. Само событие – это чемпионат мира. То есть он прошел, он показал о том, что Биаду пользуется популярностью. Тут многие говорят, что вот на эти выезды все – это достаточно объективный момент – все выезжают все больше тем, кому за 40, да. Но этих тем, кому за 40, с каждым годом становится все больше и больше и больше. И то, что творилось вчера здесь, в субботу, в поездах, в автобусах, ну и никто никого не подарил, что тоже приятно. Открытие этого чемпионата. Так, открытие. Это вопрос вообще. А какая твоя версия, Александр? А то ты меня все спрашиваешь, спрашиваешь. Так, открытие надо подумать. Ну, наверное, как спортсменами, Ильян Жаклен как финишер, который обыгравший Йоханна Собёд. Для меня это стало открытием. Нет, я не согласен. У меня нет прочих. Потому как, что касается Ильян, проигравшего Финиш Жаклену, но когда ты сидишь у себя в Холмин-Колине, одной рукой качаешь колыбельку, а другой стреляешь, да, и не готовишься к высоте, то ты проигрываешь все эти финишные отрезки. Как только Пио адаптировался, прошел здесь аккрематизацию, ну, так называемый сбор, да, так сразу он сегодня показал, что по-прежнему самые быстрые гонщики на последнем круге. Разочарование. Белорусская сборная, к сожалению, это для меня больная тема. Особенно она больная тема. Причем она не вся разочаровала. Я скажу, что вот наши малолодые биотлонисты, Смольский и Лобастов, они молодцы. Они открыли нам перспективу, я считаю, на две ближайшие Олимпиады. А вот женская команда разочаровала, если признаться, я был очень оптимистично настроен. Это личное мое поражение. Как прогнозиста, как эксперта. И самое досадное о том, что мы до сих пор не понимаем, что же с нами здесь произошло. Почему, как говорила Ирина Кривко, при более-менее нормальном общем самочувствии на каждой ее ноге висели гири по 4 килограмма минимума. Ну и последнее, пятый пункт. Скандал чемпионата. Тут ответ понятен, но важно твое мнение, что ты об этом думаешь. Ну то, что без скандала не бывает чемпионата мира. Вот все удивлялись, ну вот зачем, допустим, информацию по дисквалификации Слепцова и Юстюкова подготовили именно к чемпионату мира. Это для того, чтобы чемпионат мира, он получился настоящим, комплексным, со скандалами, с открытиями, с закрытиями. И даже солнечная погода. Только что был дождь, а вернулось солнце. Значит, все у Биатюна будет хорошо. Спасибо.